Виктор Петрович Твердой Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації Начальник управління розвитку агропромислового виробництва та вистовкової діяльності А також Валерій Юлійович Яценко Консультант проєкту «Аграрні розписки в Україні» І саме про аграрні розписки сьогодні ми і поговоримо протягом найближчих 25 хвилин Тобто основна тема – аграрна розписка – новий фінансовий інструмент доступу до фінансових та матеріально-технічних ресурсів Ну і перше запитання до вас Віктору Петровичу Наскільки це сьогодні актуально? А потім вже Валерій Юрійович докладну розповість Ну любі польові сільськогосподарські роботи потребують матеріально-технічного забезпечення А значить і вбігових коштів В разі недостатності, куди люди звертаються за кредитами Поряд з іншими видами кредитування, чому це не можуть бути аграрні розписки По яких на сьогоднішній час напрацьована достатня законодавча база Тобто ми можемо спокійно їх приміняти на будь-яких рівнях В жовтні минулого року наша область приєдналася до пілотного проєкту аграрні розписки в Україні Про це є відповідний наказ Міністерства аграрної політики Тому ми теж працюємо у правовому полі Я спочатку, що ми дійсно працюємо у правовому полі За цей досить невеликий проміжок часу За агранційної підтримки облдержадміністрації Департаменту аграрно-промислового розвитку Проведені в всіх районах семінари спровадження аграрних розписок Проведені зустрічі з постачальниками, нотаріусами Вся інформація стосовно аграрних розписок постійно висвітлюється на веб-сайті облдержадміністрації То в засобах масової інформації До речі, ось і сьогоднішній такий захід, який ми проводимо Це теж для того, щоб ознайомити як можна більше кількість аграрів Про можливості нового виду фінансування Якщо є декілька видів фінансування Ну, надання кредитів, це завжди буде добре Якщо людина поставлена перед фактом, що от тільки один вид кредитування Наприклад, банківський, все, більше нічого немає Тому це, в принципі, даже з цього боку, це краще, чим один вид Якщо взяти ту роботу, яку здійснював з боку облдержадміністрації В принципі, робиться все, щоб цей механізм Аграрна розписка як новий вид фінансування Надав допомогу сірхостово-рімяку Надав доступ до матеріальних і матеріально-технічних ресурсів Щоби люди могли той самий недостаток коштів Компенсувати, наприклад, аграрними розписками На сьогодні, що в нас є на сьогодні? На сьогодні в нас є постачальники, які готові поставити матеріально-технічні ресурси Є нотаріуси, які готові реєструвати ці угоди Чого не вистачає? Не вистачає третій сторони Я дуже надію, що наша передача підтолкне аграрів для такого виду кредитування Для участі в такому виді кредитування Наприклад, як це вид кредитування, він, ну, як то кажуть, живий чи ні? Якщо на час запровадження проєкту, нагадую, вже у тим минулого року По аграрним розпискам надано було кредиту на 189 мільйонів Зараз 850 Тобто цей вид кредитування, на такий вид кредитування є попит І він, я хочу сказати, він живий на сьогодні І тому ми б дуже хотіли, щоб, все ж таки, цей проєкт на теренах нашої області запрацював І аграрії мали змогу вибору взяти Тому, от сьогодні, коли в людей є вибір, це завжди краще, чим відсутність вибору Тому от ми сьогодні з колегою завітали до вас студію І я думаю, що пан Валерій більш детально розповість Тим більше він тільки вернувся з наради по аграрним розпискам в Києві Думаю, щось новенького розповість, ми теж послухаємо, це новеньке Тому що я його питав, він мовчав, каже, ні, до передачі нічого не розповів Добре, дійсно, запитань буде багато, будь ласка, розпочинайте з самого початку В чому основні можуть бути принадли для аграрії, в чому користь від цього відома? В проєкт аграрной розписки внедряється Международна фінансова корпорация РС Группи Мирового банка при поддержці Швейцарської конфедерации України Цель цього проєкта донести ще один із механізмів кредитування сельхозтовропроизводителей Которим непосредственно можна пополнить то, що ми і обсуждали, оборотні средства Що таке сама аграрная розписка? Це товарораспорядительний документ, який фіксує, безусловно, обязательства агропроизводителя Которе обеспечено залогом осуществить поставку сельскохозяйственной продукції Либо оплатить деньги на условия, які прописані в цьому документі Согласно самой аграрной розписки, залогом по выдаче такого кредита, по выдаче материально-технических ресурсів Служить как раз будущий урожай Будущий урожай – це то, ради чого все стремятся, все работають на этом рынке Все стремятся получить урожай Один із аспектів получення дополнительних средств является аграрная розписка Их существует два типа – есть аграрная розписка товарная, есть аграрная розписка финансовая Товарная аграрная розписка подразумевает собой погашение задолженности той, которая прописана в аграрной расписке Урожай непосредственно, который пересчитан в количестве и записан в аграрной расписке Финансовая аграрная расписка предполагает расчет денежными средствами на счета, которые указаны в этой аграрной расписке При этом аграрные расписки оформляются нотариусами, которые подключаются к реестру аграрных расписок. Существует такая единая система. Этот реестр аграрных расписок вносится сведения о том, что такая аграрная расписка выписана, какое предприятие, какой объем финансирования прошел по этой аграрной расписке, какой залог. И один из немаловажных моментов, который прописывается в аграрном списке, это кадастровые номера. То есть фермер, который непосредственно хочет выпустить аграрную расписку, обязан к более регламентированным нормам. Либо право собственности на землю, либо узаконенная аренда земельных участков, в которых прописаны кадастровые номера. Но земля в этом случае никак не является залогом по оформлению или по предоставлению кредита аграрной расписки. Только урожай номинально с делянок, которые прописаны кадастровыми номерами. Зачем это делается? Цель преследуется одна единственная. В законе четко прописан об аграрных расписках. Закон подразумевает процесс мониторинга кредитором земельных делянок, на которых произрастает урожай, заложенный именно по аграрным распискам. Вот это единственная цель, которая преследуется. То есть не существует жестких рамок, никаких никто, никаким методом, никакими незаконными механизмами не пытается отбирать землю. И это невозможно сделать механизмом или рычагом аграрных расписок. Залогом служит только будущий урожай. Вот это мы на всех своих совещаниях говорим о том, что аграрная расписка подразумевает только залог продукции. Закон об аграрных расписках вообще в Украине вывышал в 2012 году. Но АФС предложила очень много усилий и работы для того, чтобы этот закон действительно заработал. То есть все эти разъяснения, все эти дополнения, все эти приказы, все эти вещи, которые необходимы, это все было разработано АФС. Все те разъяснения, которые были получены, дало возможность заработать на сегодняшний день этому механизму. Как Виктор Петрович говорил, что уже больше 100 аграрных расписок подписано по Украине, сумма финансирования прошла в районе, цифру мы не можем так назвать до последней гривны, это в районе 85-850 миллионов гривен. То есть это довольно значительная сумма финансирования. Люди уже начинают понимать, что этот механизм действенен, этот механизм реален. И то, что по этому механизму есть возможность получить когитование, есть возможность даже приобретения, есть случаи основных средств посредством аграрной расписки. Это немаловажно. И как раз мы на сегодняшний день приходим к такому этапу, что у сельхозтовропроизводителей просто катастрофически не хватает средств на дальнейшее движение свое по рынку. То есть вот момент как раз, когда люди должны быть заинтересованы в получении дополнительных финансов, либо дополнительного какого-то кредитования в виде материально-технических ресурсов, для того, чтобы улучшить свое состояние, для того, чтобы продвинуть свое предприятие. Мы все заинтересованы, я думаю, не найдется у нас ни одного человека, который бы не заинтересован в неполучении урожая или в получении урожая низкого качества. Все сельхозпроизводители, все аграрии стремятся получить урожай, стремятся получить высокое качество. Это в конечном итоге их личное благосостояние, благосостояние страны в целом. Почему этот проект вводится в Украину? Потому что в мире заинтересованы в любом случае в получении количества и качества продукции, естественно. Нехватка элементов питания, нехватка продуктов питания в мире существляется очень на таком большом уровне. Есть целые страны, которые довольно слабо обеспечены продовольствием. Поэтому вот этот интерес, он в любом случае будет всегда на высокой позиции стоять и иметь такое, ну, всегда первоначальное движение в этом направлении, что продукты питания это в любом случае для человека жизнеобеспечение, его деятельность и его существование вообще. Давайте трошки докладнее в разных этапах. По-перше, на каком этапе может быть такой документ подписан, или уже должны быть посевы, сходы и под врожай какой-то конкретной культуры. Скажем, вы уже засеялись так озимыми, можете запросить участников, как это вообще происходит. Вот весьма упочатка, якщо фермер хоче застосувати такий спосеб, що йому треба зробити? В любом случае, если в аграрной расписке мы имеем ввиду, что залогом по аграрной расписке, по выдаче кредиторам кредитования является будущий урожай, то кредитору все-таки необходимо видеть, действительно ли растет данная культура на поле, урожай которой идет залогом. Только по пассиву. Да. Ну, сама ситуация жизненная немножко перекроила эти вещи. То есть, кредит доверия, который строится между кредитором и аграрием, иногда влияет даже на то, что аграрная расписка выпускается на будущие посевы, даже те еще, что не посеяны. То есть, посев кукурузы будет осуществляться, допустим, в конце апреля, а уже аграрную расписку под залог кукурузы выдали. Якщо є насиневый материал, то... А это, как бы, все равно в любом случае кредитор. Пассивный материал, під насиня. Мы не можем побачить эти исходы. Поэтому заключается аграрная расписка на насиня. Воно высевается, и только потом... То есть, не можно привязаться до того, что аграрная расписка выдается только под посевы уже. Я хочу уточнить, если есть возможность, то... Есть возможность под минеральное доброе, например, под панебастильные материалы. Это возможно, так? Есть возможность, есть возможность. Я же говорил, что жизнь вносит коррективы свои, немножко, ну, своеобразные коррективы. Если существует сегодня посевы пшеницы, это мы реально можем... Да, я понимаю, что кредитору лучше побачить, что оно уже есть, и легче, чем те, что оно еще будет. Но кукурузы, допустим, мы еще не видели посевы, еще не посели. Но есть прецеденты уже такие. Воно заключаются аграрные расписки под будущие уже, как бы, посевы. Понимая, что есть семена, есть средства защиты, есть минеральное удобрение, есть, в конечном итоге, почва, которая разделана, и уже только селка стоит и ждет с трактором, когда мы можем зайти в поле. Вот такие прецеденты. Я просто, варіант, какие перспективы по укладанию аграрных расписок. На сегодняшний час, так, у нас аграрии, власным, коштом на 96% забезпечены. Вот эта подушка складывает 200 миллионов. 200 миллионов – это они должны добрать кредит. Поэтому полы для деятельности очень большие. Почему они должны, например, брать банковские кредиты, почему они должны пойти через постачальников и не взять кредиты через аграрную расписку? То есть тут перспективы... По Николаевской области у нас сейчас работает очень большое количество кредиторов, которые изъявили желание работать. Это и поставщики средств защиты растений, это поставщики семян, это поставщики удобрений, это поставщики топлива, поставщики техники, запчастей, банковские структуры. То есть очень большой перечень кредиторов, называть их сейчас, ну, просто оно займет очень большое количество времени. Всю информацию мы все равно передаем в департаменты, и они владеют ситуацией. Спасибо в этом отношении, что они нас поддерживают в Николаевской области и пытаются, как бы, тоже внести большую лепту продвижения этого механизма на территории области. Поэтому, как бы, мы говорим о том, что сама аграрная расписка предполагает собой не только кредитование денежными средствами, это могут быть различные материально-технические ресурсы разного направления, начиная от топлива, заканчивая минеральными удобрениями. Банковские структуры, ну, к сожалению, пока только у нас один банк по Николаевской области работает, это ОТП-банк. Они буквально недавно произнесли, во всеуслышание, свой продукт вынесли агрофабрика. В том числе один из моментов – это кредитование под возможность аграрных расписок. Там тоже интересная очень такая вещь. Поэтому, если сельхозпредприятиям необходимо финансирование, пожалуйста, обращайтесь. Помогут, посчитают, покажут, докажут, почему этот аспект интереснее. Потому что ситуация, с которой иногда мы сталкиваемся, что в банках бывает заложено имущество, основные средства фермеров. И взять дополнительный какой-то объем финансирования, которого недостаточно на сегодняшний момент, и он должен быть здесь. А его просто не хватает. Вот один из моментов под залог будущего урожая, урожай является залогом, взять этот момент финансирования, заложить этот урожай. Да, пожалуй, это законный механизм использования урожая как залога. Другого такого механизма пока у нас не существует. Чем не видно, ведь резняется самая грань, расписка, что только залог заставил, только майбутний урожай. Ничего іншого не закладывается. По этому новому виду кредитования по ОТП-банку, там скорочена программа по отриманию этого кредита. И, правда, по який максимум 8 миллионов гривен можно отримать кредит и по скороченному часу. Да, упрощена просто структура рассмотрения и время рассмотрения получения этого кредита. Упрощена эта вся система. И как бы ОТП-банк ушел от, чтобы это не выглядело немножко как какими-то лоббирования интересов, ушел от момента страхования посел. Это тоже немаловажный момент, потому что сам момент этот может удорожать этот проект. На сегодняшний день мы говорим, что этот проект один из самых недорогостоящих. Мы почему-то остановились на ОТП-банку, потому что этот банк работает с огромными расписками, нам важен этот механизм. Я понимаю, ну, конечно, это важно. И, все-таки, с самого начала, если хочет Сергей Второй Ровник отримать под расписку что-то, хорошевые деньги, минеральные деньги, технику, что ему нужно сделать? Первые шаги. Куда вернуться? В любом случае, он обязан, как бы, вот эти все вещи согласовывать своим кредиторам. Если ему нужны денежные средства, давайте в банк. Если вам нужны материально-технические ресурсы, топливо, ПОКО Агротрейд, Империя Агро. Если вам нужны средства защиты растений, то перечень тут гораздо побольше. Уже кредиторы будут решать возможность, они в любом случае будут рассматривать возможность выдачи такого кредита агрария. Если реально оформленная земля, потому что столкнулись с такими немножко неприятными вещами, не вся земля, как бы, является в оформлении правильно. То есть, не присвоены кадастровые номера, не закончены еще договора, аренды и так далее. То есть, эти моменты, они, это временные факторы, я понимаю, но они немножко так затягивают эти все процессы. То есть, непосредственно надо обращаться с кредитором и с кредитором решать, ценовая политика какая будет это все, сроки погашения и так далее. Вот эти все моменты, нюансы. Самый последний этап, это уже оформление аграрной расписки в нотариус. То есть, все стороны договорились, все понимают, что да, такое финансирование выдается, погашается это финансирование после уборки определенной культуры в таком-то объеме на таких-то условиях. Либо это элеватор, либо это хозяйство, либо это денежные средства, перечисляются на расчетный счет. И эта аграрная расписка оформляется уже и выкладывается на бумаге, на нотариальном бланке. В аграрной расписке должно быть 8 обязательных пунктов, на которых я не останавливаюсь и уже как бы все это реально понимают. Помимо этого, законом не запрещено прописывать различные другие моменты, которые должны быть отражены в этом документе. Которые считают, допустим, или кредитор, или фермер для того, чтобы безопасить себя или защитить каких-то отношений. Может быть прописан дополнительный залог. Может быть прописана технология. То есть, эти все моменты, это все момент согласования, это договорные начала между аграрием и кредитором. А кредитором может быть выступать любая организация, любое предприятие, которое непосредственно работает с аграриями. Я хотел бы обратить внимание у слухачей на то, что аграрная расписка может быть продолжена еще на год. Если, например, в Градзе, что человек не может отдать то, что он брал в первый год, то, возможно, это продолжение на второй год. То есть, это не говорит, что мы клали аграрную расписку на один год, мы не выкинули умовы, это все. Нет, это может быть еще так, что мы можем продолжить... В случае форс-мажорных обстоятельств? Форс-мажорные обстоятельства, то кто, кто разглядит это вопрос, она как-то гнучка система. Не так, что загнали в какие-то рамки и все. Не в шаг влево, не в право. То есть, если врожай не вдали через негоду, то... Законом еще предусмотрен один немаловажный момент. Ну, в законе так написано, бржник. Ну, давайте мы остановимся на слове агрария, но мне больше нравится, агропроизводитель. По вот этому аспекту, который я сказал, могут быть несколько предприятий. То есть, можно одноосидники. Если они объединяются в одну аграрную расписку, выпускают одну на всех и в каждом долевом участии прописано, то можно как бы и смотреть на то, что к уборке, допустим, пшеницы и комбайн рассматривать через аграрную расписку, если хватает такого залога. Можно и опрыскивать рассматривать. То есть, дорогостоящую какую-то технику. Дорогостоящую. Дорогостоящую технику. Не обязательно мы говорим о том, что это там 10 тонн минеральных удобрений. Это может быть и разная техника дорогостоящая. Комбайн на сегодняшний день у нас является одной из таких позиций. Либо опрыскиватель там самоходный. Ну, вот такие вот вещи тоже можно рассматривать. То есть, в аграрной расписке мы можем прописать несколько фермеров, которые в своем долевом участии захотели взять какие-то очень ценные материальные ресурсы, даже основные средства. Это тоже можно. Оцениваю вартость, всю составную вартость. Майбуть не ображаю. Кредитор, чи задомовленностью? Задомовленностью. Это согласовывается. Ну, нельзя навязывать цену на продукцию кредитору. Вы понимаете, тоже это реальность. И фермер цену своего товара тоже реально понимает. Поэтому это договоренность между двумя сторонами. Они договорились, они решили, что вот эта поставка стоит столько денег. За эту поставку мы заложим столько-то, допустим, зерна, пшеницы третьего класса. Прописали это все в аграрной расписке. И это уже является документом. Нотариус, когда выпускает, выпускает только один экземпляр аграрной расписки. Ну, второй – это копия ложится в дело. Один экземпляр аграрной расписки. И прописывает эту аграрную расписку в реестре, который сегодня существует в Украине. ДП, Державное предприемство, реестр аграрных расписок есть. И они как бы ведут этот реестр. И регистрируются нотариусы там, ну, как регистраторы реестру. И регистрируются аграрные расписки тоже там же. То есть эти все моменты. Еще один немаловажный момент, который в аграрных расписках предусмотрен – это момент перерасчета качества продукции. Можно прописать пшеницу пятого класса, можно прописать через запятую пшеницу третьего класса, можно через запятую прописать пшеницу первого класса. Понятно, стоимость у них у каждого разная. Поэтому это не запрещено через обо или эти все фразы однозначные равносильные. То есть либо коэффициент такой, либо коэффициент такой, либо один к одному, если это пшеница такая. То есть эти все возможные варианты. И еще один момент договорная – дата погашения. Это просто календарная дата выбирается, когда фермер, аграрий считает, что это реально погасить этот долг. Выбирается эта дата. Но есть возможность эту дату немножко и подкорректировать. Потому что никто еще природу обманывать тяжело в этом отношении. Пшеница полежала после уборочного дозревания. Пшеница с четвертого перешла на третий класс. Ее уже в объеме, в количестве надо отдать меньше за этот кредит, который был предоставлен кредитору. То есть эти все моменты обсуждаемы. Никто не говорит, что это какие-то жесткие рамки, в которые загоняется фермер, и ему ни шаг влево, ни шаг вправо нельзя. Нет, это все обсуждается. Да, очень пластичный, прозрачный, мягкий механизм. Другого такого, ну как бы сравнивать тяжело. Насколько вот прозрачно все, вот эта вся система прозрачна, она законно прозрачна и ни в коей мере не ущемляет права ни кредитора, ни агрария. Ну, нотариус в данной ситуации как регистратор этой сделки, регистратор этой сделки. А все основные позиции обговариваются, естественно, до момента регистрации. То есть кредитор с аграрием обсуждает эти все моменты, как правильно прописать это все в аграрном списке, на каких условиях, какая ценовая позиция, политика и так далее. Я вам дякую за эту беседу. Сподіваюсь, те, про что вы рассказывали, было цікаво нашим глядачам, аграриям Миколаевщины. И, если вы не зацікавились, то вы не знаете, что делать в разе необходимости. Дякую всем, кто был с нами. Побачимось. Субтитры подогнал «Симон»